Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться своим рецептом сырников. Сырники, кстати, будут диетические и безглютеновые. Итак, нам нужен будет творог, 5% жирности, мука миндальная или кокосовая, 1 белок и курага для сладости. Можно взять вместо кураги сахзам. Готовим! В творог добавляю белок и постепенно добавляю муку. Немножко муки оставлю. Теперь все это хорошенечко нужно вымешать. Можно это сделать блендером, вилкой как-то сподручнее мне, до однородной массы. Почему я беру миндальную или кокосовую муку? Во-первых, потому что все-таки эта мука будет больше белково-жировая, чем углеводная. Углеводы, конечно, там есть, но их совсем немного. И, кстати, такой рецепт, только если не включать курагу, можно взять и на низкоуглеводное, высокожировое питание, такое как LCHF или кето-питание. Ну вот, примерно так у меня получилось. Видите, уже сырничек можно будет слепить. Теперь для того, чтобы сырники получились сладкие, я добавлю в них курагу. Можно, кстати, добавить банан. Тоже будет очень вкусно. Теперь я добавляю курагу к творогу и опять хорошо вымешиваю. Также можно добавить ванилин, чтобы они приобрели такой. Приятный аромат. Оставшуюся часть муки я высыпаю на плоскую тарелку. В ней мы сейчас будем обваливать сырники. Теперь обязательно мочу руки и мокрыми руками формирую, собственно, сами сырнички. Можем делать разной величины, лучше делать средненькие. Кстати, хочу добавить, что вот эта порция рассчитана на один прием пищи. Я обязательно в видео в описании укажу количество ингредиентов. Можете спокойно сделать вот такую сытную порцию и она будет, кстати, диетической на снижение веса. Пока я готовлю сырники, у меня уже греется сковорода, потому что я их выложу на раскаленную тефлоновую сковороду. Музыка. 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 Вот и все. Я выпекала под закрытой крышкой с двух сторон по минуты 3-4 с каждой стороны. Музыка. Они очень хорошо держатся, не разваливаются, как видите. Продолжение следует...